Здравствуйте! Новосибирская область готовится к фестивалю науки. Он пройдет с 18 по 26 октября и будет посвящен проекту Академгородок 2.0. На форуме эксперты обсудят развитие научного центра и взаимодействие между институтами. Ученые прочитают научно-популярные лекции для жителей Новосибирска. Будут работать выставки инновационных разработок. Планируется еще много интересного. Это отдельная тема и гость студии заместитель министра образования Новосибирской области Олеся Орлова. Олеся Геннадьевна, здравствуйте! Многие из нас помнят, что какое-то время назад в Новосибирской области проходил масштабный форум Интерра. И вот тогда это был такой старт своеобразного парада, можно сказать, вот таких научных разработок. Очень много молодежи в этом участвовало. И спустя несколько лет теперь мы проводим фестиваль науки. В чем отличие, насколько поменялся масштаб, вообще что он сегодня из себя представляет, вот этот фестиваль науки? На самом деле фестиваль науки это не преемник Интерры. Это разные мероприятия. Прежде всего хочу отметить, что фестиваль науки, который мы проводим в Новосибирской области уже в шестой раз, это Всероссийский фестиваль науки 0+. Если посмотреть в интернете, что это такое, вы увидите, что он проводится по инициативе Московского государственного университета с 2006 года. И это был первый год, когда это было мероприятие проведено. А потом к этому фестивалю науки стали присоединяться регионы. И уже в 2010 году одновременно с Московским фестивалем науки 0+, в 14 регионах России прошли мероприятия. И в 2014 году Новосибирская область была центральной региональной площадкой фестиваля науки 0+. Центрально-региональная, это означает, что у нас были федеральные организаторы, у нас было федеральное финансирование на это мероприятие. Мероприятие было яркое, масштабное, зрелищное. Но было принято решение, что такой фестиваль науки надо проводить ежегодно. И мы проводили в 2015 году фестиваль науки Новосибирской области. Он был посвящен, тогда это был год 70-летия Великой Победе, и лозунгом фестиваль науки стала «Сибирская наука Великой Победе». Мы проводили в 2016 году под лозунгом «Наука образа будущего». Мы проводили в прошлом году, в 2017. 2017 год был годом юбилея Новосибирской области, и лозунг прошлогоднего фестиваля науки был «Гордимся прошлым, проектируем будущее». А вот в этом году, в 2018, мы решили основной темой фестиваля науки, который нашей региональной составляющей включен в программу Всероссийского фестиваля науки «Ноль плюс», темой сделать «Академгородок 2.0», Новосибирский научный центр. Так, этот проект получил такие названия. Мы все лето совместно с «Суран» разрабатывали по задаче, которая была поставлена правительству Российской Федерации и правительству Новосибирской области и Российской Академии наук, план развития Новосибирского научного центра. Туда вошли очень крупные проекты, проекты «Мега-сайенс». И «Мега-сайенс» — это тематика Всероссийского фестиваля науки, фестиваля науки «Ноль плюс». Поэтому мы сделали темой фестиваля науки вот эту тему. Но «Интера» — это был больше молодежный фестиваль, форум. А фестиваль науки имеет немножечко другой акцент. Он направлен на популяризацию науки. Он для младших студентов, ну, первый, второй, третий, четвертый курсы. И для школьников, которых мы пытаемся ориентировать в научную деятельность. Это будут студенты и школьники нашего региона или кто-то к нам приедет? Вообще сколько предполагается участников, сколько гостей, сколько площадок? Давайте об этом поговорим. Площадок очень много. В этом году порядка, наверное, 30 площадок будут проводить у себя различные мероприятия. Ну, конечно, мы говорим о том, что это прежде всего наши школьники, это наши студенты. Регион очень научный, мощный научно-образовательный комплекс. Многие университеты, которые выставляют свои презентации на интерактивной выставке, которая в ГПНТБ пройдет, они расценивают это мероприятие еще и как профориентационное. Мы говорим о том, что университеты и институты в дни фестиваля науки открывают свои двери, чтобы показать, чем же занимается ученый, что происходит в лабораториях, над какими интересными темами работает. И популярным, доступным, интересным, интерактивным языком рассказывают школьникам и студентам о науке. Вот такая цель. Если к нам приезжают вдруг гости в эти дни, а к нам, кстати, приезжают гости, параллельно проходит российско-немецкий деловой и культурный форум, то мы, конечно, всех гостей рады видеть на наших площадках. Скажите, наша молодежь на фестивале науки, она будет выступать больше в качестве зрителей или участников? Будут ли молодые люди представлять какие-то свои разработки научные? Наверняка у нас много таких. Много, совершенно верно. Но мы в основном ориентируемся на нашу молодежь как на аудиторию. Чтобы заинтересовать. Чтобы заинтересовать, да. Лекции научно-популярные, они рассчитаны, они даже так называются специально, чтобы привлечь молодых школьников и студентов в науку. Например, есть выставка такая в Государственной областной научной библиотеке. С 12 октября будет работать выставка научных комиксов. Выставка комиксов, направленных на создание яркого и запоминающегося образа науки. Скажите, какое мероприятие можно будет назвать ключевым, самым главным? Ну, если такое будет, конечно. Ну, конечно, очень яркое событие – это будет открытие фестиваля науки. Оно запланировано на 18 октября в 3 часа дня в Доме ученых Суран. Дом ученых Суран откроет свои двери для тысячи зрителей. Там актовый зал, зрительный зал на тысячу человек. И это будет мероприятие, которым мы стартуем. К нам приезжает Министерство науки и высшее образование Российской Федерации представители. Они передадут нам эстафетную палочку из Москвы в Новосибирск, из Новосибирска в Мурманск. Мы передадим ее. Это будет шоу, это будут очень интересные ролики, это будут очень интересные презентации проектов Мега Сайенс в интерактивной форме. О них будет рассказано. Это будет, конечно же, концерт. Это будет очень зрелищная штука, на которую всем рекомендую посетить. Ну и выставка ГПНТБ, я уже говорила, интерактивная. Она открывается чуть раньше, 16 октября, и начнет свою работу в 10 часов утра. И все дни будет работать ГПНТБ, предлагать своим посетителям, зрителям различные мероприятия. Выставки и семинары, и квесты, и демонстрации фильмов, и экскурсии по ГПНТБ. То же самое будет проходить лекционная часть в выставочном центре «Суран». Из центральных таких ярких мероприятий программы хочется отметить деловую часть. У нас в предыдущие годы все больше на популяризацию, на школьников мероприятия были направлены. А в этом году мы решили, что мы сделаем деловые мероприятия, которые будут посвящены обсуждению науки и инноваций. Например, мы проводим совместно с учеными конференцию, посвященную проектам Российского фонда фундаментальных исследований. Вот этот фонд, Российский фонд фундаментальных исследований, он наполовину с 50 на 50 с бюджетом региона финансирует научные проекты. И мы хотим представить эти проекты. Куда регион и куда федеральный бюджет вкладывается, в какие исследования, как они могут быть применимы в экономике. Некоторые лекции будут вести ведущие ученые нашей территории. Здесь какова тематика? Например, Кулипанов Геннадий Николаевич в Государственной публичной научно-технической библиотеке СУРАН в ГПНТБ СУРАН 16 октября с 11 до 12 будет читать лекцию на тему синхротронное излучение. СКИФ Академгородок 2.0. Вот это один из тех проектов Мегасайенс, который вошел в план развития Новосибирского научного центра. Наверное, вы помните, что в 2018 году, 8 февраля, у нас был президент Российской Федерации Путин, который поручил разработать этот проект, поручил разработать план ННЦ Новосибирского научного центра. Это лекция об этом. Что же такое ТОСКИФ? Что такое вот этот источник синхротронного излучения? Меня порадовала программа этого года тем, что есть очень много лекций, которые имеют гуманитарную направленность. Например, Кротова Анастасия Григорьевна, кандидат филологических наук, в ГПНТБ, прочитает лекцию 17 октября с 12 до часу на тему «Жизнь мема». Жизнь мема? Жизнь мема, да. Как интересно. Вот такой научный подход. Что такое мем? А это коммуникативное явление. Поскольку кандидат филологических наук разбирается в коммуникациях, то она расскажет о том, что такое мем, как он живет, откуда он появляется. Это интересно, потому что мы знаем, что все школьники сидят в телефоне. То есть такая игра своеобразная будет. Игра своеобразная, совершенно верно. Вот вы уже сказали, что в ГПНТБ у нас будет выставка. Можно чуть подробнее, какие выставки научно-технических и инновационных достижений еще будут? Чтобы интересно было кому-то, ну, может быть, кто-то сейчас нас слушает с вами, захочет прийти. Ну, вот, например, ГПНТБ открывает свою интерактивную выставку, я уже сказала, 16 октября. Выставку также проводит Новосибирская государственная областная научная библиотека. Вот научные комиксы, я уже сказала. И выставка на тему пространства будущего, пространства науки. Выставка проектов студентов дизайнерских факультетов Новосибирского государственного художественного училища. Новосибирский государственный педагогический университет проводит выставку принтеров и моделей, самодельные 3D-принтеры. У них, кстати говоря, 3D-моделирование в Новосибирском государственном педагогическом университете очень неплохо развивается, и работотехника. И там уже целый центр готов представить... То есть они свои работы покажут, что они делают на 3D-принтере, да, и сами принтеры там будут. Здорово, интересно. Да, это очень интересно. СИБПК проводит выставку «Мой научный мир». Здесь это фотоконкурс, который иллюстрирует науку глазами молодежи. Ну, собственно говоря, пока все в блоке выставки. На самом деле, да, программа фестиваля науки будет уже сегодня выставлена на специальном сайте. Мы организовали сайт наука.nsu.ru. И я думаю, что сегодня вечером, завтра утром на этом сайте появится актуальная программа. Кроме того, там можно будет зарегистрироваться онлайн, послать заявку на участие в мероприятиях. И мы таким образом группируем аудиторию на фестиваль науки. А вот что показывает опыт? Аудитория какова? Приходят только заинтересованные люди? Или просто жители Новосибирской или области тоже приезжают? Все приходят. Как правило, мы стремимся все-таки сформировать аудиторию путем заявок, путем формирования целевых групп, которые придут на экскурсии и так далее. Но это семейный в том числе фестиваль тоже. Но ГПНТБ работает, открывает свои двери совершенно для всех. И вот в том числе там будет продолжаться работа и в субботу. Я сама лично видела по опыту прошлых лет, что семьи гуляли, и вдруг видели, что здесь мероприятие научное, и заходили с маленькими ребятишками, которые даже еще в школу-то не пошли в садик. Но они смотрят, что происходит. Всевозможные научные шоу уже еще мы включаем в интерактивную выставку. Химический опыт – это очень интересно. Например, что-то вспыхивает, что-то замораживается. Это лаборанты химии и физики будут проводить эти опыты, да? Да, опыты, да. И в школах тоже это будет проходить? Или только на площадках? Это на площадках, да. В выставочном центре Суран вот такое будет мероприятие, занимательные опыты. И это все очень выглядит красиво, интересно. Там можно будет посмотреть. Это привлекает аудиторию просто обычных жителей. И это очень здорово. Я знаю, что фестиваль науки все больше у нас уходит в область, в сельские районы. В этом году как фестиваль будет представлен у нас на территориях? Это очень интересная история происходит. Мы не ожидали, но ученые, и молодые ученые, и взрослые ученые, им интересно выезжать в школы территорий Новосибирской области, чтобы, ну, это популяризаторы, это те люди, которые доносят, о чем же эта работа, о чем эта деятельность наука. И это происходит все в рамках проекта «Академический час для школьников». Ученые приезжают в университеты, ученые приезжают в школы. А в этом году у нас еще мероприятия пройдут в районах Новосибирской области, в Болотненском, Искитимском, Колыванском районах состоятся выездные лекции ведущих ученых. Так хорошо расширили мы географию в этом году. Можно сказать, что впервые мы охватываем еще и так глубоко районы Новосибирской области. Ну и наверняка ученые не просто читают лекции, а присматривают для себя преемников. Там же тоже могут быть такие звездочки, которые интересуются и, возможно, в будущем тоже присоединятся. Олеся Геннадьевна, по-вашему, какова сегодня роль науки в современной жизни? Вы знаете, роль науки не только в современной, но вообще в жизни, она просто неоценимо велика. Мы все знаем, что Владимир Владимирович Путин в своих указах сформулировал задачу ускоренного научно-технологического развития. На нашу территорию делается ставка. И на нашу территорию делается большая ставка. Поэтому роль наших институтов, которые здесь расположены, в обучении нового поколения ученых, она очень велика. А кроме того, наука, если совсем просто, она ведь делает нашу жизнь лучше. Это же ученые придумали интернет, мобильные телефоны, телекоммуникации. То, без чего мы уже не представляли свою жизнь просто. Инновационный процесс, он очень быстрый. Научное, инновационное, технологическое развитие просто стремительными темпами в современной жизни происходит. Ну, конечно, это мегазадача ускорить научно-технологическое развитие Российской Федерации. Ну, а если просто, то это то, что делает наше будущее радужным, что позволяет надеяться на более удобную и комфортную жизнь. Это то, что решает проблемы, связанные со здоровьем. Это просто неоценимая история. Кроме того, это ведь большое удовольствие, когда ученый, исследователь ставит перед собой исследовательскую задачу, и он решает этот требус. Он тренирует свой интеллект. Он становится другим человеком, когда человек решает интеллектуальную творческую задачу. Это просто счастье заниматься наукой. И мы потом все просто этим пользуемся, него трудяем. Скажите, как бы вы обозначили проблематику в развитии науки сегодня? Может быть, что-то, наверняка, есть такие факторы, которые как раз-таки и тормозят вот это развитие? Прежде всего, конечно, нужно инвестировать в науку. Мы должны понимать, что инвестиции в науку — это долговременные инвестиции, это длинные деньги. И эффект от вложенных средств в научное развитие, он заметен не сразу, ни через 5, ни через 10, ни через, может быть, 20 лет. Поэтому это основная проблема, с которой сталкиваются ученые. Всем известно, что в настоящее время это нужно очень хорошо поработать, чтобы получить какой-то грант на свое научное исследование. Очень много делается на энтузиазме. На мой взгляд, это основная проблема. Ученые люди такие, да? Они энтузиасты в большинстве своем. Если взять вот это наше мероприятие, фестиваль науки, насколько фестиваль помогает в этом развитии, в развитии научного потенциала? И вообще, что он дает нашим регионам? Он создает вот эту живую массу, когда многочисленное количество людей начинает вариться в одном и том же, что называется, соусе. Начинает думать одними и теми же какими-то идеологическими ценностями. И обсуждая проблемы, кто-то может найти для себя решение, кто-то может выбрать для себя дорогу в науку, кто-то может получить научного консультанта, который поможет ему со своей темой разобраться. Это в целом большая популяризаторская работа. Мне кажется, в целом жителям Новосибирской области нужно рассказывать и нужно гордиться теми достижениями, которые у нас в Новосибирской области есть. А ведь у нас институты мирового уровня. Достижения огромные. И если на нас в настоящий момент смотрится астроном, развивая наш Новосибирский научный центр, то об этом нужно говорить. И причем говорить грамотно и правильно, чтобы все понимали, над чем будет работать Новосибирская область в ближайшие несколько десятилетий. А вот молодые люди у нас, если предлагают свои какие-то научные разработки, насколько они потом находят практическое подтверждение в реальной жизни? Вы знаете, вы, наверное, сейчас затронули как раз еще одну такую основополагающую проблему научной деятельности. В самом деле сейчас многие эксперты говорят о том, что такое промежуточное звено между изобретением, между некоторой разработкой и внедрением ее в экономику отсутствует. Если это были такие производственные научные организации, этим занимались в советское время, то сейчас катастрофически не хватает тех самых инжиниринговых центров. Мы, тем не менее, все равно стремимся к тому, чтобы они были. Они работают в технопарках наших, и в Большом технопарке, и в Академпарке, и в биотехнопарке, и в медицинский технопарке. Имеют у себя такие инфраструктуры. Но именно этого не хватает. Не хватает инфраструктуры, которая займется опробированием разработки, доведением ее до продукта. И затем нужно, чтобы эта технология нашла свое место. Либо в виде продукта, либо технология была коммерциализирована. Вот этап коммерциализации, он, к сожалению, страдает. И как раз над этим... Одна из задач, да? Одна из задач. На перспективу. Да. Как раз над этим мы работаем. Но наш регион на месте не стоит. Мы, как правило, всегда поступательно вперед движемся. Будем надеяться на успех и в данном направлении. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Это была программа «Отдельная тема». Я, Людмила Чуевская. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова